Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Проверок по выявлению фактов нарушения трудового законодательства определен алгоритм обмена информацией между всеми заинтересованными структурами о работодателях, выплачивающих заработную плату ниже МРОД или ниже средней зарплаты по виду экономической деятельности. Напомню, что в этом году впервые муниципалитетам выставили планы по числу работников, доходы которых выведут из тени. Программа Экономика. Жители домов Ленинской управляющей компании могут лишиться своих денег. Об этом предупреждает ОНФ, кировчан, которые не выбрали новую управляющую компанию вместо обанкротившейся организации. Туда поступают жалобы на то, что Ленинская управляющая компания не реагирует на жильцов. Там ссылаются на отсутствие денег, отправляют всех в суд. Так, компания не реагировала на требование выкачать из подвала одного из домов по улице Воровского стоки, скопившиеся после аварии. Процедура банкротства Ленинской управляющей компании растянется еще на год, предупреждают ОНФ. Если собственники сами не выберут в себе управляющую организацию, их дома перейдут в новую муниципальную управляющую компанию. Перейдут ли с ними средства собственников, не израсходованные на содержание и текущий ремонт жилья, неизвестно. Кировчанин потерял деньги, пытаясь найти попутчика через интернет. Молодой человек обратился в полицию после попытки поехать в другой город на Блаблакаре. Человек, который согласился на своем авто довезти его, попросил предоплату 100 рублей и прислал ссылку на страницу, где нужно было ввести реквизиты банковской карты. Вместо 100 рублей со счета сняли около 9 тысяч, а водитель перестал выходить на связь. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в УМВД. Эхономика. В завершении о курсах валют на сегодня доллар стоит 73 рубля 60 копеек, официальный евро 89,77. Ольга Балезина, новости экономики в Кирове. Программа «Эхономика» на 101FM. Продолжение следует.